фестиваль гедонизм проводится первый год и собственно мы не за один день решили его делать да мы с прошлого года еще на самом деле планировали как-то что-то здесь устроить что-то большее чем южный берег киева да или там какой-то больше чем какой-то стандартный фестиваль на тухановом острове на и как бы концепция собственно она произошла от самого юбка да ты такая жизнь ради удовольствия сушные и значение слова гедонизм древнегреческого жизнь ради удовольствия то есть мы даем шанс молодым артистам во-первых выступить одними с хедлайнерами хедлайнер здесь во-вторых стать на одной сцене с большими артистами уровня ход чип там like people из тропика на такими некими кураторами мы не берем какой-то конкретный фестиваль как образец да то есть я могу сразу сказать что в том случае сонар это один из образцов primavera festival в любом случае мы его даже больше не в организационных моментах а в плане сочетания несочетаемого музыкального да если вот ты в курсе поводу нашего лайнапа примерно да ты видишь что там есть от техно и хаоса до этно и там хип-хопа и и рок-н-ролла и вообще все что только может быть инди ну то есть вот так вот все намешано здесь будет много спорта кроме музыки здесь будут лекции посвященные музыкальной индустрии фандрайзингу мастер-классы по разным штукам как что играть для профессионалов это будет опять же примеры primavera про или сонар плюс ди есть такая вот штука в этом году они делали это они собирают разных гуру в сфере музыкального менеджмента музыкального продакшена там все что связано как-то с музыкой с диджиталом у них то конечно много объем не там только часть сонар плюс ди да это профессиональная технологическая такая digital составляющая лекционная она наверно больше нашего фестиваля раза в два в три только это чай это у нас зона входа официального чекина она же зона и убыка входа на ночные вечеринки на данный момент ну и убыка ну конечно разрастется будет более про пропуск нас просто пропускная способность увеличится по максимуму мы так вот перегораживаем здесь вот заборчик ставим столики в общем зона регистрации зона списков входа для для обладателей браслетов и входов на гедонизм а вот если обернуться назад да вот можно туда вот посмотреть тут будет зона общего доступа в этой зоне доступа вот здесь среди деревьев в тени будет большой маркет движ он с нами принципе был в прошлом году работа успешно будет там более 50 точек там сувенир сувениры одежда там не знаю очки официальный мерчендайз будет наш фирменные футболки сумки там всякие штуки чем интересные а еще туда дальше ближе к мосту опять же будет общедоступная зона спортивная в основном там будет ну там будет основном скейтерская история рампа велосипеды bmx да и рядом с ней будет зона арта мы так по закидываем туда такой стрит-арт который останется опять же для города и для всех тут уже начинается food court сразу практически сейчас это наш как бы ресторан юбка но на время фестиваля мы планируем где-то доставить порядка 10 может быть больше точек с едой разных разнообразной кухни мира такой не то чтобы food festival но сделать дать людям право выбора по идее на данный момент это наше клубное пространство каждые выходные терраса такая наша родная якорная во время фестиваля это будет одна из сцен всего лишь это одна из четырех сцен мы тут будем опять же доставлять свет звук можно пройти дальше покажу все здесь будет в самом конечно электронный артист или же такие минимальные электронные лайвы сцена она по сути вот там у нас диджейка находится она будет опять же видоизменено немножко будут добавлено больше звука больше света больше пространства да это будет тут может быть будет сейчас она более спокойно лаунжево выглядит да то есть тут будет во время фестиваля полноценная сцена собственно тут у нас уже начинается зона спортивная водная и пляжная которые закрывают ну во-первых вот уже стоит у нас блок да ну не то что прям прям спорт опять но мы же фестиваль гедонизм да у нас даже спорт он не может быть таким пряженным сложным целыми с удовольствием радио опять же вашего фана блоб и такая подушка да вот они можно прыгнуть и второй человек вылетает воду но это всего это то что сейчас есть опять же на фестиваль мы доставляем мы ставим такой crazy джампы такие два трамплина с вышки можно вдвоем летать с разным уровнем вылета выброса в воду вот она будет чуть-чуть дальше стоять за нашей спорт зоны будет стоять первая такая водная лайвовая сцена смысл в том что сцена как бы она как она как пирс она стоит практически над водой и направлена вот в эту сторону она ориентирована ориентирована в основном на украинских артистов начинает играть второй после юбка в первый день в первый день и собственно все опять же тайминг рассчитан так чтобы никак не сильно с музыкально не пересекалась эта сцена играет когда сцена юбка молчи да то есть и здесь здесь в основном будут раз не электронные живые артисты порядка четырех пяти артистов день чем это у нас зона пляжного волейбола это то что у нас есть весь сезон на и быка в честь фестиваля мы конечно это все увеличиваем разрастаем и мы может быть сделаем еще такой пляжный футбольчик здесь это вот она как бы объединена на по сути напротив зоны водной спортивной за геймс зона спорта такой типом как полоса такая между сценами по сути как и на во время и быка и днем и ночь у нас вот на вышках сидит человек будет не одна она во время фестиваля так она разрастается смысле дим что вы ничего не происходило то есть будут лодочные патрули в это время то есть понятное дело для нас это принципиальный момент основной main stage идея примерно такая же как у малой лайв сцены единственная сцена направлена вот немножко под углом 45 градусов к воде ее угол по сути стоит в воде и она такая то есть у него опять же свежая с красивым видом я даже артистом которым не принципиален их бэкграунд фирменный да там экран или какая-то какой-то баннер да я бы им советовал просто играть с фоном в виде киева здесь и днем и ночью фантастическая картинка и сцена будоньки большая кстати 8 на 10 высокая то есть все хедлайнеры будут играть здесь вот это вот пространство может даже чуть повыше зайти чем выше заходишь тем тем как бы обзор получше идемте мы еще не дошли до самого секретного идея в том что многие кто приходит на юбк до сих пор не представляют что это не только маленькая пространство можно гулять довольно таки далеко и создавать такое некое путешествие по этому месту и тем самым оно и не надоедает и как-то по-другому видишь и труханов и город и опять же здесь можно уединиться так днем будет играть довольно таки спокойно электроника поэтому можно спокойно так вот и день здесь провести в спокойствии через кусты давайте да 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 она же секретная я уверен вы здесь не были никогда в жизни но есть люди которые уже знают видите занимают места вот она четвертая сцена опять же да никому не говорите на секретную игре ты где находится здесь как бы и конец фестиваль такой тупичок до которого будет указатель некоторые наверное или какой-то некий квест мы уже будем придумывать для тех кто может можно даже и на карте не указывает на казани типе когда-то сделали у них там был бар которого нет вот здесь что-то типа того что сцена которой нет но есть и будет даже ее слышно немножко если вам его throat и жизненькая ничего хорошего вд Субтитры сделал DimaTorzok